В последнее время уже ряд СМИ и известных аналитиков заявили, что Владимир Путин очень может быть уже в будущем году оставит пост президента Российской Федерации. В последнее время начал эту тему, видимо, Валерий Соловей, очень известный аналитик, к тому же недавно заявивший о своем намерении стать политическим деятелем. У нас уже есть ролик об этом, так уходит Путин или нет. Он будет на конечной заставке. А вот фрагмент этого ролика с указанными заявлениями Валерия Соловей. Известный политический аналитик, который к тому же заявлял, что он планирует стать политическим деятелем, Валерий Соловей, уже неоднократно говорил, что Владимир Путин в скором времени покинет пост президента Российской Федерации. Он даже как-то сказал, что это произойдет в 2021 году. Впрочем, не буду голословным, давайте посмотрим эти его заявления. Благо, они короткие по времени. Вот первый сюжет. А что будет с рейтингом Путина в случае нового введения жестких ограничений, если не по всей России, то хотя бы в крупнейших регионах? Да, конечно, его рейтинг снизится, но Путина, мне кажется, это уже не очень занимается. Даже точно его это не очень занимает. Он знает, что дело идет к концу. Собственно, ему рейтинг нужен только как сейчас элемент транзита. Для передачи верховной власти. Более ни для чего. Для передачи верховной власти самому себе? Да. Нет, он уйдет, он покинет верховную власть. Да ладно? Тут вопрос просто... Вот самое интересное, на это осталось две минуты у нас. Ну-ка расскажите, пожалуйста. Это довольно уже самоочевидная вещь. Об этом знают его, назовем их, западные партнеры. Они об этом уже знают. Они осведомлены об этом. Это произойдет в следующем году. А вот второй сюжет. А вы сказали, давайте вернемся к вашему довольно резкому высказыванию относительно того, что Путин уходит. А с чего вы взяли? Я просто знаю это. Это знает все его ближайшее окружение. Он знает, что меня удовлетворяет этот вам ответ. А объясните, пожалуйста, чуть более подробно. Я к этому очень спокойно отношусь. Ну просто объясните для тех, кто не знает. Вот как только он объявит о планах транзита, вот именно о тех планах, которые он сейчас обдумывает, о модели транзита, всем все станет понятно. Ну в принципе, если внимательно смотреть телевизор, то уже становится понятно. Что именно? То, что ему придется уйти. Придется уйти или это его собственный выбор? Вы знаете, судьба нас толкает порою в такие условия, когда других решений не остается. Судьба неумолима. Мы приобретаем власть и теряем ее. Кто же выкручивает Путину руки в настоящий момент? Судьба. Дальше больше. О скором уходе Путина заявили несколько британских СМИ. Известный украинский аналитик Дмитрий Гордон и бывший сокурсник Путина Юрий Швецкий. Список можно продолжить. Вот еще одно заявление известного общественного деятеля Владимира Квачкова. Речь пошла о власти. Путин уходить из власти не хочет. А ему говорят, ты держишься теперь денежки, ты знаешь где? И кто может перекрыть кранчик с деньгами? Тебе и всем нам. Поэтому, чтобы нам не перекрыли этот кранчик, давай к его выходи по-хорошему. К этому, конечно, можно относиться по-разному. Но я в указанном прошлом ролике уже сказал, что вполне допускаю, что все это всерьез. Нет дыма без огня, как известно. Кстати, хочу сказать еще одно. Я вполне допускаю, что известное заявление Дмитрия Гордона о том, что за Валерием Соловьем стоят очень могущественные силы, а именно силовики, недовольные Путиным и желающие его скорейшей отставки, тоже имеет под собой основание. Более того, я допускаю, что известное заявление о том, что Валерий Соловей даже может сменить Владимира Путина в посту президента Российской Федерации, тоже не беспочвенно. Я считаю, что среди российских силовиков, среди ФСБ в частности, есть крыло людей, которые недовольны политикой Путина и недовольны самим Путиным. Они понимают, что Путин устарел. Вот Валерий Соловей, он рупор этой части недовольных Путиным силовиков, которые и хотят привести его на пост президента. Здесь хочешь, не хочешь, но во всей эстроте встает вопрос, что дальше. И прежде всего, как действовать адекватным людям, если Путин действительно уйдет. Ясно одно, это резко усилит борьбу за власть. Это на фоне того, что рейтинг правящей партии, Единой России, уже скорее отрицательный, чем положительный. И честно, ей выборы в Государственную Думу в 2021 году точно не выиграли. Более того, ей крайне сложно их будет выиграть, даже нечестно. Ясно одно, это дает очень серьезный шанс левым силам. Я человек левых убеждений, но я давно не коммунист. И самый перспективный левый идеей, что для нашей страны, что для всего мира, считаю идею ноосферную. Но я еще не начал на нашем канале разговор о том, что это такое. Правда, я начал об этом уже предварительный разговор, подготавливающий нас к этой информации, так сказать. Тому, кто хотел бы узнать об этом больше, я рекомендовал бы посмотреть три моих ролика о моем романе. Я их, кстати, уже объединил в плейлист «Темное пламя», и у них будут продолжения. Релиз тоже будет на конечной заставке. Кроме того, таким людям я рекомендовал бы посмотреть мой ролик «Главная беда России» или «Что такое политоризм». Он будет в подсказке. Но ясно одно, что ноосферная идея еще не стала реальной силой, что в нашей стране, что в мире. Реальными силами в нашей стране являются две левые идеи. Опять коммунистическая и социалистическая. И социалистическая идея набирает все большее влияние. Я имею в виду движение Николая Платушкина за Новый Социалистом, которая, к тому же, недавно стала партией. Социалистической партией Российской Федерации, СПРФ. И очень много людей уже собралось голосовать за эту партию. Но ряд аналитиков считают это бесперспективным. И по очень простой причине. Номенклатура просто не допустит СПРФ до выборов в Государственную Думу. Коммунистические каналы, исходя из этого, рекомендуют людям левых убеждений голосовать за КПРФ. Поскольку с их точки зрения получается больше не за кого. Это вызвало очень резкое неприятие у многих людей, левых убеждений. Почему оно вызвало такое резкое неприятие, можно сформулировать так. Эту фразу многие люди сейчас пишут в интернете. Как можно голосовать за КПРФ? Это ведь партия предателей. Это давно уже, по сути, филиал Единой России. И спорить здесь сложно. То, что Зюганов занял по отношению к Единой России и к номенклатуре вообще соглашательскую политику, факт. Ведет, вернее, соглашательскую политику, факт. И он не идет на серьезные противоречия между КПРФ и Единой Россией. Молодые же, радикально настроенные коммунисты, вроде Бондаренко или Янгалычевой, тоже явно не смогут сейчас переломить ситуацию в КПРФ. Я не знаю, допустят ли СПРФ до выборов, но, судя по аресту Николая Платошкина, такое действительно маловероятно. Но, тем не менее, я не собираюсь голосовать за КПРФ. Почему? Дело в том, что я уже много лет как независимый акулок. И, кстати, как независимый акулок я уже довольно известен. А экологическое движение я считаю предтечей будущего могучего левого движения. ноосферного движения. Конечно, это произойдет не завтра и не вдруг, но именно такое развитие ситуации здесь не окажется самой вероятной. И мы, экологи, уже давно пытались создать свою партию. Но, понятно, Путин и компания ее не зарегистрировали, хотя мы соблюли все условия. И тогда мы приняли решение создать фракцию «Зеленая Россия» партии «Яблоко». То есть, я считаю, что для людей левых убеждений, если социалистическая партия Российской Федерации не будет допущена до выборов, вполне может стать партия «Яблоко». И именно за нее целесообразно проголосовать в 2021 году на выборы в Государственную Думу. Как так, спросите вы меня? Ведь партия «Яблоко» не левая, а правая партия. И формально будете правы. Но лишь формально. Дело в том, что партия «Яблоко», так сказать, самая левая из всех правых партий. Она наиболее социально ориентирована. И именно поэтому мы, экологи, и создали в ней свою фракцию. И есть еще один очень серьезный аргумент в пользу этого. Дело в том, что «Яблоко» точно будет допущено до выборов в Госдуму. Оно, хоть и не представлено в нынешнем составе Госдумы, но ведь остается в системной оппозиции и официально зарегистрировано. И есть еще один важный нюанс. Власти сегодня явно недооценивают «Яблоко». Они считают, что оно потеряло свою популярность уже навсегда. И очень может статься, что зря считают. Социальная активность народа все растет. Это может породить очень неожиданные повороты, так сказать, на поле политической популярности тех или иных политических партий и сил. А потом партию «Яблоко» ведь точно не назовешь партией предатель. Она на компромисс с номенклатурой точно не идет. И именно поэтому ее не допускают в Государственную Думу. А политическое влияние номенклатуры и партии «Единая Россия» стремительно падает. А это значит, что многое может измениться. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных доставках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!